Сегодня мы посетим с экскурсией Сейм Литовской Республики. Сам Сейм состоит из комплекса 4 здания. Сейчас мы проходим мимо первого из них. Это здание было построено на месте стадиона Жильдирис и занимает площадь свыше 9000 квадратных метров. Ранее предназначалось для Верховного Совета Литовской ССР. Давайте посмотрим на него изнутри, ведь это же то, что нас интересует. Холл первого здания украшает витраж художника Казимереса Маркуноса и называется «Праздник». В этой работе художник постарался изобразить материнство, труд человека и его творчество. В этом зале часто проходят различные выставки. Также здесь есть настоящий пианино. Далее перейдем к залу, который назван в честь президента Литовской Республики Альгирдаса Миколаса Бразауткаса. Также в этом зале расположены различные композиции и портрет самого президента. Сейчас мы находимся в одном из исторических мест – это зал Конституции. Именно в этом зале 25 октября 1992 года была принята действующая Конституция Литовской Республики. Также в настоящее время здесь, кроме флагов Литвы, присутствуют флаги Европейского Союза и само соглашение между ними. Следующим, а также поистине историческим местом, можно считать и зал заседания, который до 2007 года был главным рабочим местом законодателя. В этом зале было объявлено о восстановлении независимости Литовской Республики и приняты важнейшие для страны законы. На центральном входом и выходом размещена подпись «Здесь восстановлено Литовское государство» и дата – 11 марта 1990 года. Именно в этом году был принят акт о восстановлении независимости Литвы и закон о восстановлении действия Конституции Литвы 1938 года. Уже в феврале 1991 года независимость Литовской Республики была признана Исландией, а 6 сентября того же года – и Советским Союзом. Но все было не так уж и просто. И буквально еще через неделю Литва стала членом ООН. Сейчас давайте перейдем к новому зданию. В 2006-2007 годах здесь проведена реконструкция. Пристроен новый зал пленарных заседаний и 3-4 этажи. Но перед этим давайте обратим внимание на мемориал памяти жертв 13 января 1991 года. Как мемориал этот проект был реализован в 2007 году. Объемная стеклянная постройка прорковает фрагменты баррикад, которые как памятник о тех исторических событиях у заприного фасада Сейма стоят с 1991 года. Переходим уже непосредственно в здание и первым делом видим современный конференц-зал для пресса. Простой коридор, из которого мы попадаем в новый, самый современный тренарный зал, в котором на данный момент располагается 141 член парламента. Также хочу показать вам немного интерьера. Просторные и простые коридоры и много историй Литовской Республики. Также я от себя хочу добавить, что эта экскурсия меня поразила, поскольку за небольшой промежуток времени мы увидели как и историю Литовской Республики, старые здания, старые залы заседаний, старые кабинеты, старые коридоры, подпись «Советский дух», и мы увидели совершенно новый парламент, совершенно новое здание, в котором будут приниматься совершенно новые и важные законы, но уже именно Литовской Республики. Еще мы были на экскурсии в этом месте, это президентский палац, но, к моему большому сожалению, здесь не разрешили делать ни фото, ни видеосъемку, поэтому я хочу вам показать только те фотографии, которые я нашел в интернете, они очень старые, но все же. Мое мнение, то, что сейчас в этом палаце здесь очень красиво, очень просторно и очень просто. Я здесь увидел кабинет действующего президента Литвы, это просторный светлый кабинет с одним компьютером, тремя телефонами. Еще здесь, в этом здании много историй, много картин, много историй именно Литвы, ее границы, как все это менялось, замечательное место. И, конечно же, здесь есть экспозиции, награды президента. Все награды, которые получал президент от других стран, они хранятся здесь. Фотографии у меня есть только с одного места, вы можете их здесь увидеть. Это фотографии с зала, где проходят различные награждения, либо конференции с прессой. Также здесь принимают важных гостей из других стран. В общем, в заключение хочу сказать, что я был очень поражен и парламентом, и президентским дворцом. Мне очень все понравилось, все очень просто, но со вкусом. Субтитры сделал DimaTorzok